Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер Те, кто смотрит урок онлайн И здравствуйте, все, кто смотрит это занятие в записи С вами я, Александр Давыдов Сегодня у нас небольшой этюд на холстике 20х20 см Мы сегодня будем с вами писать этюд, зимний этюд с часовней Картинка к этому занятию, она была разослана участникам вебинара И хорошо, если вы ее распечатали, я всегда об этом прошу Или хотя бы откройте ее рядышком на экране Чтобы у вас изображение, оригинал был перед глазами Так вам будет проще работать Я сейчас проверю чат, посмотрю, что у нас там творится Перезагрузить Все-таки, наверное, чат надо перезагрузить, а не вот эту главную страничку Отлично, мы все в чате Сегодня нам понадобятся кисти Сейчас подумаем, какие лучше всего, наверное, синтетика И поскольку холст на большой кисти, тоже можно взять небольшой У меня будет кисть номер 0, кисть номер 6, номер 8 И может быть, для больших поверхностей, для обобщенности Я возьму кисть номер 10, тоже синтетика Синтетика плоская Думал воспользоваться сегодня щетинкой Но щетина все-таки грубовато для такого маленького формата И ей было бы, наверное, не очень удобно работать У нас сегодня этюд зимний, практически монохром Значит, один цвет У нас пасмурное небо Снег Холодные, темные, коричневатые деревья И единственное яркое пятно Это золотой купол-часовня Вот как раз сегодня мы попробуем сохранить настроение в работе Попробуем сохранить вот это зимнее, немножко пасмурное состояние И попробуем написать вместе золото Золото купола Долго говорить не буду Чтобы не отнимать ваше время Переключаю камеру на холст Сейчас попробую Включаю дополнительный свет Включаю дополнительную камеру, чтобы сделать вам запись видео Запись видео И сейчас одну минуту только выключу Один девайс, который нам тут сейчас немножко мешает Хотел вести сегодня занятие под музыку Но поскольку музыка у меня играет на телефоне Могут быть посторонние звонки Так, что мы сделаем? Разберемся с краской Какая краска, какие цвета нам будут нужны Ну, вот я вижу Ну, тоже совершенно определенно нам нужны будут белила Лучше взять белила титановые Это сильная краска, кроющая То есть, если вы где-то сделаете какую-то помарку темным цветом То даже темный цвет титановые белила Ну, на второй слой точно перекроют И возьмите их сразу немножко побольше Чтобы хватило и на небо, и на церковь На белую, на часовеньку И чтобы хватило на снег Дальше нам будет нужна умбра Я пользуюсь традиционно уже второй, третий год Умброй жжёной Мне очень нравится эта краска Она прекрасно смешивается с другими цветами Даёт замечательные оттенки Чуть-чуть возьмём кадмия жёлтого Немножко совсем Прям вот Совсем граммулечку Он нам нужен будет, чтобы сделать Блики на кополе Также совсем-совсем чуть-чуть Возьмите кадмия красного Прям вот Точечку Точечку красной краски И вот я думал, что воспользуемся сегодня, наверное, индиго Но потом Как-то так Поразмыслив, понял, что Такой красивый сизый цвет Зимний Лучше делать без индиго Возьмём лучше ультрамарин Ультрамарин Будем смешивать с умброй С белилами И из их смеси Попробуем получить Интересный Красивый оттенок Можно взять, конечно Белила и индиго Запросто И получить прекрасный Серый цвет Холодный Немножко отдающий В синеву Но Ультрамарин Умбра и белила Сделают нам цвет намного богаче Так И маленькая кисть Вот маленькой кистью У меня нулёвочка Начнём разметку Что у нас происходит на листе Макнём кисть в разбавитель И вот прям жидко-жидко Умброй Разметим Так Ну предположим Что у нас церковь Стоит примерно Где-то вот по ширине холста Примерно на 1 треть То есть она своей серединой Попадает Попадает в эту 1 треть И чуть ниже Вот середины Горизонтальной Чуть-чуть давайте пониже возьмём Даже не 1 треть А вот близко к этой серединке Где-то здесь у нас пойдёт Наш Дальний лесочек Мы его можем сразу себе наметить Если мы Вот эту оставшуюся часть Разделим на Пополам И чуть-чуть Вверх Приподнимемся Мы Получим как раз Низ Вот дальней части То есть это не 1 четверть А поменьше Чуть-чуть 1 четверть Вот дальняя кромка леса внизу То есть это Низ дальнего лесочка Церковь будет стоять ближе к нам Соответственно она поближе Она где-то вот пониже будет стоять Ну допустим здесь И почти до половины По вертикали Если разделить Почти до сих пор У нас идут Деревья Кусты Ближнего плана Они не совсем В край Листа Начинаются Они чуть-чуть уже повыше Где-то вот отсюда Вот с этого места И мы их можем Если удобно Да Вот наметить себе Даже Как-то вот Такими палочками Просто Чуть-чуть Чтобы не забыть Что у нас здесь Стоят костики И церковь Она тоже Перед ней небольшая Гряда кустов Здесь будет идти Да Она тоже будет прикрыта Вот этими костиками Теперь нам надо Встроить церковь Мы знаем Где она у нас стоит Где она у нас начинается Вот От этого места Нам надо Ну что называется И плясать Основной объем церкви Он вписывается в квадрат То есть Вот сколько мы Себе возьмем здесь Только мы возьмем И вот здесь Церковь У нас заканчивается Примерно там же Где у нас середина Нашего холста То есть Мы знаем Где она стоит Своей середины Мы знаем До какого Места на холсте Она у нас Идет Да Такое же расстояние Откладываем Влево Получаем Ширину церкви Высота Основной части И ширина Они вписываются В квадратик Она очень такая Пропорциональная Теперь У нас уже все это поделено Нашими измерениями Пополон И мы можем Вписать Вот там вот такие Не помню По-моему Называются Закомары Вот эти вот Красивые Кокошники Вот которые У нее идут Украшают ее Они чуть Развернуты От нас На церковь Немножко Как будто Часовенка Стоит к нам Углом Значит Вот эта вот Ближняя часть Может быть Немножко Ниже А вот эта часть Чуть-чуть Может быть Повыше Так У них тоже Есть какая-то Высота Здесь Они соединены Ну собственно Вот где мы Сделали себе Высоту Вот этой вот Главной части Часовни Да Там у нас Может проходить Крыша Там еще Какие-то будут Узорчики Потом скорее всего Фигурные Вот эти части И нам надо Вписать барабан И купол Очень Высокой Вот эта вот У нее часть Раз Два Три Почти на Четыре части Делит наш холст То есть Примерно Вот здесь До Ну вот у нас Половинка шла Она примерно Вот до сих пор Может быть Даже немножко Повыше Посмотрим И Ширина купола Это примерно Одна треть Вот Ширины церкви То есть Если мы вот так Разделим На треть Мы получим Как бы Толщинку Да Вот этой вот Барабана Башни Вот этого всего Вот это вот Общая Ширина Верхней части Часовни И там уже Делим Делим часовенку На декоративные Пояски Там есть Один поясочек Снизу Потом идут Там тоже Украшения Дальше идут Два Окошечка Буду говорить Обывательским языком Не буду называть Вещи своими именами И потом тоже Вот барабан Немножко скругляется Мы смотрим На это все Дело Снизу Поэтому у нас Все круглые части Выворачиваются Немножко наверх Ну и вот сюда Мы впишем Куполок Сначала Сначала Делаем Как он идет На расширении Как он расширяется И потом Вписываем уже Его Форму Такой Луковкой Вполне Приятно Получилось Так У нас здесь Есть еще Выступающий Такой вот Объем Ну По-обывательски Пристройка По-нормальному По-моему Называется Нев Вот сюда Такой тоже Барабанчик Выходит С круглой Крышей Которая Присоединяется К часовне К церквушке По-моему Там не совсем Круглый По-моему Верхняя часть У него прямая К церквям По прямой Тоже подсоединяется И вот здесь Тоже прямая линия То есть Он такой Треугольники Немножечко Вытянутый Но если Даже сделаете Здесь и круглый Как грибочек Тоже Ничего страшного В этом не будет У меня Всегда Происходит Такое Что я Увеличиваю Изображение Когда Пишу Поэтому Если у вас Получается Сделать Поменьше То есть Не увеличивайте Сильно Лучше Немножко Помельчите Немножко Помельчите Будет Более Правильно Более похоже На то Что есть На самом деле Тогда Мне придется Чуть-чуть Здесь Лесок Приподнять При том Что лес Дальний С церковью У меня По пропорциям Получились Вполне себе Правильные На чуть-чуть Я вот здесь Приподниму Ой Красный Почему-то залезло Приподниму Кустики Здесь 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 будет Какая-то Елочка Там Расти Наметим Вот И вот Такой Наметки Может быть Я немножко Церковушечку Просто уменьшу В процессе работы Не буду Ее так Вот прям Сильно Размахивать Вот И теперь Уже Меняю Кисть С маленькой На большую Для того Чтобы сделать Общий Фон Общий Тон Всей Картины У нас Все Белым-бело Немножко Серое Я думаю Что в небо Можно будет Добавить Или немножечко Больше Ультрамарина Или даже Чуть-чуть Может быть Розоватости Посмотрим Как Будет Лучше Чтобы сделать Приятный Тоновый Вот этот Вот Цвет Фон Мы возьмем Белила Побольше Прям Откладывайте их На палитре Сейчас даже Попробую показать Белила Туда Чуть-чуть Совсем Ультрамарина Прям на кончике Кисти И Еще меньше Умбры Можно Побольше Чуть-чуть У нас Должен Получиться Такой Серо-голубой Цвет Он очень-очень Светлый Почти Белый Но все-таки Тонировка Небольшая Цветная Присутствует И вот Первый слой Лучше делать Ну постараться Делать Без масла Без разбавителя Давайте Так же Вот как всегда Большими Мазками Краски Просто побольше Себе Намешайте Сразу И большими Мазочками Сейчас Я еще Краски возьму Наметим Наше небо Несмотря на то Что оно Практически Все У нас Как будто бы Одинаково Серое Лучше Его Там Кверху И какой-нибудь Уголочек Ну например Правый Сделать Чуть-чуть Потемнее Чуть-чуть Понасыщеннее Заезжаем Обязательно За лес Вот прям Почти Белая Краска Ну вот Она Немножко Такая С тонировкой Сухая Красочка Натирается Немножко Даже Так В натирку Идет Много Краски Не надо Нам Главное Закрыть Холст Если что Если переборщили Можно Всегда Будет Так Немножко Тряпочкой Пальцем Кистью Сухой Чуть-чуть Краску Растереть Белила Берите Побольше Сразу И Больше Их возьмите И на палитру Тоже Чтобы вам Хватило И на снег И на небо Вот Время от времени Меняем Чуть Меняем Состояние Краски Где-то У нас Она будет Немножко Более Голубая Где-то Может быть Немножко Больше С Умброй Получится Если Получается Чуть более Коричневатая Можно Сразу Немножко Положить Вниз Под деревья Такой Теневой Цвет Вот Ультрамарин Умбра И белила Вот здесь Немножко У меня Больше Умбра Получилось Также Чуть-чуть С большим Количеством Умбра Вот Чуть-чуть Я не ободал Пока остановился Чуть Вот Этой же Краской Но с большим Количеством Умбры Дальний Лисочек Там тоже Есть Ультрамарин Но просто Умбра Немножко Больше Так Вот Тоже В Натирку Проложите Вот Этот Дальний Цвет Он не будет Очень Насыщенным Очень Ярким Он будет Такой Синевато-коричневый Ну Тут Например Две части Умбра Одна часть Полчасти Ультрамарин И совсем Немножко Белил Ну И вот Сюда Тоже Этот цвет Немножечко Уведем Чуть Коричневее Можно Сделать Вот Регулируйте Эти Три Краски Просто Беря Немножко Больше Умбра Немножко Больше Ультрамарина На палитру Пробуйте Как Выглядит Цвет Если Получилось Где-то Там Совсем Коричневато Не страшно Разотрите Краску Добавьте Синий Добавьте Белил И Все Будет Нормально Пока Мы Врисовываем Вписываем И пробуем Цвет Можно Попробовать Вообще Взять На Такую Белесую Кисть Особо Ее Просто Не вытирая Побольше И Ультрамарина И Умбры Ну и Сделать Вот эту Темноту Вот У лесочка Кстати Внизу Потемнеет Тоже Сделайте Сразу И Такими Вот Мазками Смелыми Видите Мало Краски Не то Чтобы Совсем Закрашиваем Да Но Вот Вносим Такой Основной Тон Лучше Конечно Делать Движения Чуть Чуть В разные Стороны Чтобы Это Не было Как Покрашенный Забор Сейчас Возьму Только Умбру Только Ультрамарин Попробую Вот здесь Сделать Еще Потемнее Здесь У нас Какие-то Будут Потом Еще Большие Кусты Где-то Елочка У нас Будет Стоять Немножко Ее Выдвину Чуть Чуть Даже Вот Выше Делаю Потом Немножко Вот это Все Можно Будет Небом Прикрыть Вот Здесь Темноту Тоже Побольше Умбра С Ультрамарином Сразу Пройдусь За Церковью То есть Мы Сразу Делаем Такой Дальний План Относительно Нашего Неба Вот Как Он Выглядит Относительно Нашего Неба Отрываем Кусок Салфетки Или Берем Тряпочку Или Заготовленную Салфетку Вытираем Нашу Кисть Можно Не очень Хорошо Вытирать Потому Что Сейчас Мы Продолжим Небо А там У нас В принципе Такие Же Цвета И Вот Я говорил Что Какой-то Из Краешков Можно Сделать Покоричневее Какой-то Вот У меня На фотографии На картинке Смотрится Немного Более Розоватым Я Возьму Кадми Красный Чуть Чуть Совсем Добавлю Его Вот В ту Смесь Неба Где У меня Был Ультрамарин Где У меня Были Белила И Немножко Умбры Кадми Красный В отличие От Краплака Не Даст Сочного Оттенка Он Даст Такой Немножко Мутный Сиреневатый Мутный Фиолетовый Цвет И Так же Все На Белилах Белил Вообще Побольше Заезжаю За церковушку И Вот Где-то Внизу Мне Кажется Должна Быть Немножко Такая Красноватость В небе И Чем Выше Я Иду Тем Просто У меня Небо Начинает Больше В данном Случае Светлеть Я буду Брать Больше Белил Я Ориентируюсь На состояние То Которое На Фото Если бы Я писал Из головы Или Если бы Это был Какой-то Солнечный Яркий День То У нас Небо Вверху Было бы Синее Внизу Белее Сейчас У нас Погода Пасмурная Поэтому У нас Небо Может быть Практически Везде Одинаково Но только С небольшими Нюансами Такое Выбеленное Все Абсолютно Я заезжаю На все Свои Зарисовки На все Свои Построения Чтобы У меня Нигде Не было Белого Холста Чтобы 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 Потом Ничего Не Пришлось Вписывать Между Двумя Слоями Краски Чтобы Не пришлось Мне Никуда Заезжать Так Вот Здесь Тоже Будущие Деревья Пока Подзакроем Может быть Еще Немножечко Белее Сделать Попробовать Сделать Небо Наверху Посмотрим Оно Все Облачное Все Вот В этой Снежной Дынке Вот Большими Большими Движениями Мы Его Прикрываем Ну Вот Здесь Немножко Можно Посильнее Дать Буквально Мазки Чуть Так Вот На перекрест Вправо Влево Вверх Вниз Чуть Чуть Можно Кисть Поводить Да Вот Сделать Такие Вот Квадратные Такие Прямоугольные Ощущения Разности Красок Как будто У вас Прямо Совсем Большая Кисть Вот Наверное Наверное Как-то Как-то Так Это Будет У нас Смотреться Небо Около Церкви Можно Сделать Вот Около Вот Этой Части Немножко Более Синим И тогда Мы Сможем Разделить Ну То есть Больше Ультрамарина Чуть Чуть Добавить Сможем Разделить Церковь И Небо По Свету По цвету Сделав Например Церквушку Более Розовой Или Немножко В желтизну Уведя Вот Ее Оттенок Чуть Чуть Более Теплый Она Более Такая Земная Да Дать Ей Большую Ощущение Большей Реальности Ну Нежели На Небе Снег Наоборот Можно Будет Сделать Более Холодным Не Таким Например Разноцветным Как В небе Более Белым Или Наоборот Взять Серый Цвет Посмотрим Как У нас Пойдет Дело Вот Небо Есть Дальний План Есть Теперь Можно Немножко Внести Те же Самые Уточнения Тоже Пока Большой Кистью Тоже Самую Темноту По Деревьям Сделать Еще Разик Холодную Уже Больше Холодной Краски Можно Брать Вниз Ультрамарин Вот Сюда Чуть Чуть Нанести Если Кисть Распушилась Можно Немножко Как бы Движением В обратную Сторон Дать Какие-то Пушистые Полу Веточки Вот Окончание Деревьев Чтобы Не было Ничего У нас Супер Ровного Такой Немножко Драный Край Получился Чуть Чуть Опять Белизны Белизны Может быть Добавить К небу Потому что Ну пока Вот мы Пишем Да У нас Краска Подсыхает У нас Краска Меняется Мы Больше Начинаем Смотреть На Изображение На Оригинал Больше Начинаем Видеть Разных Нюансов Где-то Нам Уже По Контрасту С темным Дальним Планом Больше Видится Какая-то Светлота Или Наоборот Темнота В том же Самом Небе Можно Сделать Немножко Такие Вырезы В Дальнем Плесочке Чтобы Он Не был У нас Удивительно Одинаковым Ровным Чуть Кистью Вырезать Кусочки Из Его Контура Небом Немножечко Сюда Где-то Зайти Как-то Так Наверное И Возьмем Сразу Наверное Землю Снег Чтобы Церковь Уже Потом Вписать Собственно На Вот Этот Вот Запись У вас Точно Будет Вот Небо Есть Лесок Есть И Да Сделаем Снег Чуть Чуть Вот Белило С ультрамарином Возьмем Мазанем Там По Дальнему Плану Людмила Добрый Вечер Вот Сюда Немножечко Здесь Тоже Там Будут Просвечивать Деревья Но Тоже Возьмем Сначала Сделаем Снежок Около Дальнего Плана Как Будто Бы Как Будто Бы У нас Пока Деревьев Нет Прям Одним Мазком Сюда Тоже Снежочек Дадим Вот Он У меня Немножко Голубоватый Почти Белый Белый С тонировкой Немножко Ультрамарина Совсем Чуть Чуть Здесь Вот У меня Темный Но Действительно В любом Случае Будет Запись Так Что Все Нормально Немножко Подправлю Деревья Вот Когда Делаешь Одну Все Время Сразу Как То Взгляд Цепляется И Подправляешь Другое Так Еще Немножко Белил Вот Здесь Бала Линии Здесь Будут У нас Расти Деревца Акустики Прикрывающие Церковь И Вот Сюда Ближний Снег Я Сделаю Белым Ну Вот Буквально С Одним Граммом Желтого Чуть Чуть Вот Просто Чтобы По Цвету Видеть Эту Разницу Немножко Туда Же Добавлю Синевы Больше Белить Буду Здесь Прям Тоже Большими Мазками Большими Движениями Если Чувствуете Какой-то Как будто бы Холмик Да Или там Дорожка Проходит Понятно Вот Наталья Я в группе И прочел Хорошо Что я в контакт Залез Мыслей даже Не было туда Лазить Вот Если чувствуете Где-то Холмик Дорожку Верхнюю часть Делайте Делайте Посветлее Под Этой Верхней Частью Делайте Потемнее Тогда Тогда у вас Будет Объем На Снегу Все Я понял Я понял Со ссылками Буду Проверять Приложение Что оно Так странно Сработало Вот И Давайте Так Вот Большими Мазками Это Все Таки Маленький Холст Большая Кисть Этюд Да Вот Немножко Вот Наши Все Эти Снега Здесь Чуть Чуть Так Вот Кистью Просто Уложим На Поверхность Не Будем Выписывать Там Какие-то Горки Холмики Дорожечки Прям Совсем Да Вот Немножко Просто Ощущение Разного Снега Он Очень Похож На Небо Но Он Видится Немножко Более Белым Поэтому Чуть Чуть Светлее Чуть Чуть Можно Здесь Немножечко Даже Размазать К Краям Сюда Можно По Ультрамаринове Немножко Сделать Сделать По Сирее По Синее Около Церкви Если Хочется Немножко Притопить В снегах Тоже Чуть Чуть Можно Теневой Такой Момент Сделать Тот Же Самый Ультрамарин Белило Немножечко Совсем Откладываю Большую Кисть Она мне Пока Не понадобится И возьму Какую Средненькую Ну что У меня есть Так Шестерка Ну наверное Да Шестерку Можно Четверку Двоечку Можно Тоже Небольшую Какую Чтобы Прописать Церквушку Мне Она На фото Видится Немножко Розоватый Но Холодный Значит Я беру Белило Беру Ультрамарин И Кадми Красный Ультрамарин Даст Прохладность Белило Сами Собой Просто Холодят Любую Краску Но Немножко Красноты Я там Розоватости Такой Вижу И Я Чуть Чуть Начну Оформлять Церковь Вот Делать Ее Край Выводить Край Тоже Большими Мазками Вот Верх Середина Да Вот Один бок Середина Другой бок Три Мазочка Я туда Укладываю Больше Не нужно Обобщенно Мазочек Вниз Вот у меня Кисть Занимает Практически Всю Ширину Вот этого Ну Половину Ширины Вот этого Барабана Очень Хорошо Очень Удачная Кисть Вот я Буду Значит Ее Делать Так Добавим Белило Где они У меня Тут Белило Сегодня Идут Просто Вот Полетают Поэтому Белил Побольше Сразу Сначала Тоже Вот такое Обобщение Чуть Чуть Если у нас Барабан Да Церковный Если он Спускается Вниз И прячется Вот где-то Всякими Декоративными Штучками Значит Там Он Может быть Немножко Потемнее Дальше От Солнца Ближе К земле Чуть Чуть Потемнее И По Освещению Тоже Смотрите Как Для вас Идет Освещение Потому Что Тень С одной Стороны Тоже Надо Будет Сделать В тень Я добавляю Те же Самые Оттенки Которые У нас Были Людмила Спасибо Будем Стараться В тень Добавляю Те же Самые Оттенки Которые Были У нас Уже На Пейзаже То Больше Ультрамарина Чуть Умбра И Белило Все Равно Белило Даже В эту Тень Вот Например Вот Эта Сторона У меня Будет Более Светлая Я Немножко Себе Прочерчу И Дам Чистыми Белилами Несколько Мазков Просто Выделю Белизну Вот Этой части Посмотрю Чтобы У меня Ничего Никуда Не Заваливалось Рядом С Терквушкой Рядом С Барабаном Чтобы Его Выделить Еще Раз Могу Добавить Немножко Синевы Просто Вот В небо Чуть Сбелилами Чтобы Отделить Церковь От Неба Чтобы Она Не Ну Не Сливалась Прям Сильно Вот Немножечко Сюда Синевы Дам Дам Вот По краю Я сделал Такой Мазок Вдоль Края Но Обязательно Его Надо Растащить Вот Так Вот Немножко Раз Тушевать Чтобы Этот Мазок Не смотрелся Мазком По Контуру Вдоль Контура Чтобы Он Не Оконтрил Церковь Иначе Она Будет Нарисована Куда-то Сюда В Центр Больше Немножечко Можно Дать Белил Если Хочется Чуть Чуть Подсветить Но Немножко Дать Освещение Добавьте Вбелила Совсем Каплю Желтого Он Даст Более Светлую Такую Краску Это Обобщенно Пока Ничего у нас Не выписано Это Общий Цвет Общий Тон Вот Здесь Более Темные Архитектурные Детали Сразу Тоже Темнем Чуть Чуть Сюда Темноты Дать У церкви Чуть Светлоты В небо В небо Тоже Вот просто Дырки Все Подтягиваем Подписываем Примерно Такой же Цвет Может быть Немножко Просто Больше В синеву В серость Мы дадим Здесь Под церквушке И лучше Все-таки Действительно Попробуйте Именно Большими Движениями Чтобы Раз Мазок Два Мазок Да Вот Обобщенно Ну Представьте Мы там Стоим Зимой И вот Это Все Пишем Нам Холодно Никакие Детали Мы там Выписать Конечно Не Сможем Вот Сюда Чуть Чуть Тоже С коричневинкой Немножечко Вот На Вот Эту Часть Прям Иногда Даже Вот Художники Когда Пишут На Этюдах Для Быстроты Пользуются Ну Почти Чистыми Цветами То Если Тень То Ну Совсем Синюшная Если Там Свет То Желтый Получается Немножко Декоративно Но Очень Очень Красиво И потом Уже В мастерской Дома Можно Это Все Будет Разобрать Вот Это Выступающая Часть По Человечески Говоря Пристройка Сначала Сделаем Темной Сделаем Белизну Вот Этой части Церкви Вот Она Беленькая Немножечко Немножечко Под Навесами Крыши Темноты Дадим Дадим И Вот Белизну Все Это Разведем Чтобы У нас Церковь Получилась Действительно Стоящей Углом Для этого У нас Одна Часть Должна Быть Посветлее Побелее Другая Немножко Потемнее Посинее Похолоднее Дальше Уже Здесь Нам Поможет Только Маленькая Кисть Скорее У меня Сейчас Была Шестерка Скорее Всего Четверка Двойка А может Быть Та Самая Моя Нулевка Потому Что Уже Кисти Большие Собственно Если Вы Пишите Этюд Мы Обычно Пишем Этюды Довольно Крупными Кистями Чтобы Делать Большие Мазки Чтобы Не Застревать На Деталях Если Вы Потом Будете Просто Менять Кисти Беряя Все Меньше И Меньше По Номерам Будете Все Больше Доделывать Детализировать У Все Больше Больше Этюд Будет Становиться Готовый К Работой Можно Просто Его Взять И Переписать Заново Из Маленького Формата Сделать Большой У меня Немножко Увеличилась Даже Немножко Сильно Увеличилась Верхняя Часть Что Мне Проще Мне Проще Срезать То Есть Я Купол Чуть Чуть Вниз Уведу Вот Сюда Вот Я Сейчас Это Заметил Ну Мне И Самого Начала Казалось Что Великовато Но Сейчас Я Решил Что Да Надо Его Немножко Ввести Вниз И Вот Чем Хорошо Масло Передвинул Подписал Потер И Все Нормально Вот Мне Этим Масло Конечно Очень Нравится Немножечко Белизны В небо Здесь Добавим И Стало Чуть Более Приземисто У нас Все Я Сижу Как Обычно Сейчас Немножечко Сбоку Поэтому Запросто У меня Какие-то Детали Сейчас Могут Сильно Заваливаться В сторону Пожалуйста Когда Пишите Архитектуру Смотрите Чтобы Ничего Никуда Не падало Чтобы У вас Вертикальные Линии Все Вертикальные Направляющие Действительно Были Вертикальными Не падали Ни вправо Ни влево Чтобы Не было Ненужной Кривизны Так И беру Опять Те же Краски Ультрамарин Умбра Белила Чуть-чуть Добавляю Туда Красноты Чуть Добавляю Кадмия Красного Немножко Намешиваю Себе Цвет Я хочу Сделать Как раз Цвет Крыша Этих Перекрытий Я поставлю Сюда Направляющую Вот сюда Направляющую И Немножечко Может быть Даже Сделаю Ту саму Узорчатость Может быть Тоже Довольно Схематично Просто Ступенькой Очень-очень Грубо Очень Обобщенно Мне здесь Выписываний Никаких Не нужно Просто Ступенькой Спущу Вот это Все Вниз Краснота Небольшая Краснота Даст Этому Цвету Другой Оттенок У нас Просто Не будет Цвет Крыша Сливаться С цветом Леса Светом Снега Будет Немножко Другое Состояние Может быть Вот здесь Немножко Расширить Можно Вот И Внутрь Просто Вкрашу Этот Цвет Вот туда Между Крышами С одной Стороны Потемнее С другой Стороны Чуть-чуть Посветлее Тоже Большими Мазками Прямо Светлотой Белила Добавляю Смело Перекрыть Их Потом Всегда Можно Будет Место Соединения Этих Двух Крыш И Смотрю Дальше Где они У меня Мог быть Тоже Посветлее Там Вот Даже Самая Темная Крыша Вот здесь Она Чуть-чуть Светлее Чуть-чуть Белее Добавляю Мазочек Белизны Здесь Добавляю Мазочек Белизны Между ними Пространство Они же Соединяются Как два Лепесточка Между ними Вот здесь Треугольчик Его можно Сделать Потемнее Сюда Как раз Чуть темноты Можно Вписать Так Такой же Цвет Фиолетово Коричневый Дадим На Вот Эту Крышу Выходящую Из Церкви Вот Сюда Она Пойдет У нас Немножечко Можно Ее Тоже Где-то Посветлее Сделать Похолоднее Ультрамарин Добавляем Вот Сюда Темноты Здесь Не бойтесь Потому что Это уже Близко К нам Мы Здесь Чувствуем Эту Темноту Мы Здесь Ощущаем У нас Есть Готовая Подложка Вот Здесь Под Вот Этот Церковный Выступ Вот Эта Серая Часть Она Была Уже Нами Сделана И Очень Хорошо Потому что Сейчас Мы Можем Ее Белить Мы Можем Делать На Вот Этом Все Объем Там Есть Небольшой Объем Там Есть Небольшой Уступ Более Холодный К К К Подходит Часть Под Крышей И Белее Сама Вот Эта Часть Не Интенсивно Белая Тоже Немножечко Она У нас Пачкается В предыдущих Цветах Но Тем Не Менее Более Светлая Подстроили Так Моем Кисть Вытираем Кисть Вот Всегда Когда Работаете Помните Что Кисть Надо Мыть Надо Вытирать Вычищать Особенно Сейчас У нас Светлый Пейзаж По Краскам Он у нас Белый На основе Белого цвета Поэтому Нам Нужна Чистая Кисть Чтобы У нас Все Было Нормально Так И проверим Желательно Конечно Чтобы У нас Купол Стоял По Серединке Церкви Где-то Можно За счет Крыши Немножечко Что-то Убавить Прибавить Чуть-чуть Подергать Вправо Влево Здесь Посмотрим Правильно Ли У нас Все Стоит На месте Ли Все Находится Сам Этот Барабан Под Куполом Проверим Ну Так У меня Вроде Более-менее Совпадают Все-таки Сейчас Все Вот Эти Части Добавим Немножечко Вот Сюда Тень Вот Это Больше Отвернута От нас Часть Чуть-чуть Я Пока Смотрю Да Все Все Еще Вижу Какие-то Недочеты Помарочки Немножко Длиннее Здесь Вот Эта Крыша Маленькая Должна быть Она Ближе К церкви Подходит Вот Сюда Значит Это Выступающая Часть Она Вот Здесь Где-то Начнется Прям Мазок Раз Большим Мазком Большим Движением Подставляем Подписываем У нас Здесь Все равно Будут Потом Деревья Нам Надо Дать Просто Ощущение Того Что Здесь Есть Дополнительная Часть Чего-то Чего-бы-то Ни Было Чуть-чуть Нужно Какой-то Вот Фундамент Немножко Подставить Никаких Там Не видно Ни окон Ничего Но В принципе Где-то Здесь Мы можем Дать Пятно Просто Пятно Цвета Размытая Как будто Там Окошечко И Больше Немножко Больше Немножко Уточнений Можно Сделать Совсем Маленькой Кистью По Барабану Под тем Же Цветом Крыш То есть Ультрамарин Умбра Чуть Красного Сделать Там Детальки Тут Немножко Вот Какие-то Да Вот Эти Кокошнички Чуть-чуть Совсем Едва Едва Около Них Есть Поясочек Вот Под Ними Тоже Немножко Выгнутый Любая Кисть Особенно Если Вы пишете Например На вертикальном Холсте Да Но Рука Дрожит Любая Кисть Делает Немножко Мазок Шире Чем Нужно Вот Толще Получается Линия Просто Возьмите Белилами Чуть-чуть Раз Два Подправьте Да Вот Контур Немножко Уменьшите За счет Фоновых Красок Чуть-чуть Вот Не Та Вот В мелких Деталях Не Торопитесь Не Спешите Сделайте Лучше Один Два Таких Долгих Продолжительных Уверенных Мазка Не Спешите Вот Опять же Немножко Крышу Здесь Подтянуть Подсветлить Попробовать Вот Сюда Немножко Можно Белизны Попробовать Добавить Слишком Большой Четкости Там Нет Здесь У нас Тоже Есть Два Мазочка Да Вот Окошки Бойницы С одной Стороны С другой Стороны Вот В башне Темненькие Тот же Самый Собственно Цвет Крыш Можно Использовать У нас Очень Очень Одноцветный Пейзаж Правда Почти Монохром Чуть Чуть Небушком Фоном Где-то Если что-то Там Пошло Не так Опять Немножко Фоном Можно Все Подправить Более Мелкими Мазками Но Такими Ж Именно Мазками Не Растушевкой Немножко Так Вдоль Как бы Границ Предметов Вдоль Границ Объектов Чуть Контур Толщинки Крыш Можно Немножко Убавить Когда Я ее Врисовывал У меня Контур Получился Вот Этого Рисунка Очень Очень Толстым Я Немножечко Сейчас Тоже За счет Белил Заодно И в тень Он тут Уходит За счет Белил За счет Светлых Красок Чуть Его Уменьшу Здесь Можно еще Какую-то Детальку Пририсовать Вот Немножко Церковь Вот здесь Часовенку Уведу В фон Чтобы она Не была Слишком Широка Вот К тому Самому Дальнему Лесу И чуть Здесь Вот Спешу Она Пропадает Заодно Вот И Вот Эту Часть Выровня То есть Вот Постоянно За счет Одного Мы Исправляем Какие-то Маленькие Недочетки В другом Да Вот Фоном Цветом Фона Вообще Всегда Все Можно Дописать Подписать И Немножко Больше Разноцветия Чуть Чуть Разноцветия Я бы В часовну Еще разик Добавил Вот Я здесь Делал Розоватость Вот Я сейчас Более Интенсивно Розовый Здесь Введу Тут Уже У меня Вылибелело Уже Есть Какая-то Краска Уже Здесь Можно Немножко Больше Давать Всяких Оттенков Так 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 Какая же розоватость Вот сюда Скорее всего Пойдет Я Не знаю Почему Здесь Этот цвет Я сейчас О нем Даже не думаю Я смотрю На фотографию Все белое Да Но Если сравнивать Вот эту часть С лесом Который Более Холодный Более Синюшный Вот эта часть Церкви Мне видится Более розовый Мне Вот это Немножко Больше В желтизну Как будто Отдает Как будто Вот Можно Заодно Немножко Синее Вот этот лес Делал А вот эти Маленькие Совсем Маленькие Нюансы Разность Цвет Разность Оттенка Они как раз И создадут Приятное Впечатление Тут еще Можно как Мыслить Но скорее всего Свет падал Отсюда Да Значит Немножко Вот той самой Солнечности Через тучи Прям совсем Чуть-чуть Но все-таки Солнечности Где-то здесь Присутствовало Значит Чуть-чуть Едва Едва Такой Серовато Теплый Оттенок Выбеленный Желтый Или белила С каплей Буквально Желтенького Сюда Можно Добавить Больше Конечно Белил Все прям Все на белилах Чтобы они Не горели Немножко Можно пригасить Их Ну во-первых Большим количеством Белил Можно чуть-чуть Вот белила Там с Умброй Взять Не перебарщивайте Только Постарайтесь Чтобы белизна Не ушла Никуда Раз тут Желтый Значит Такая Полутень Вот здесь Не самая Еще Прям густая Тень Немножко Розоватая Значит Если Свет Желтый Полутень Розовая Значит Тень У нас Будет Синя Синюшная Да Вот Чуть-чуть Так Вот Раскладывая На оттенки На очень Простые Можно добиться Хорошего Объема Так Тень Синюшная Да Значит Я вот сюда Добавлю Ультрамаринчика Под Купол Я вот Добавлю Чуть-чуть Ультрамарина Вот Тоненькая Кисть Вот Просто Сюда Немножко Вот Такой Тоже Темноты Капельку Вот Здесь Немножко Больше Ультрамарина Тоже Дам Чтобы Объем Проявился Верну Потерявшееся Окошко Очень-очень Условно Немножечко Белизны Вот Где-то Здесь Тоже Можно Дать Еще Раз Пока Мы Пишем Краски Пропадают Мы К ним Привыкаем Поэтому Время От Время Возвращайте Заново Те Же Самые Краски Которые У вас Были Так Здесь Есть Какой-то Полукружек Можно Наметить Полу Здесь Полу Оттенки То есть Смотрите Если Здесь Вот Этот Кокошник Крыши Под Ним Обязательно Чаще Всего Есть Вот Такой Полукруг Полукруглое Оформление Этого Кокошника Этой Крыши Значит Его Можно Здесь Тоже Просто Мазком Вписать Просто Дать Мазок Краске Это Очень Маленький Формат Маленький Выстрый Такой Этюд Мы Не Прописываем Детали Мы Их Даже Не Очень Показываем Мы Делаем На них Намек Потом Мы Сможем Это Все На Большем Формате Еще Раз Написать Это Немножечко Белизны Сюда Ввожу Чтобы Больше Выделить Вот Эту Часть Дать И Больше Чуть Чуть Больше Света Так Ну И Куполочек Для Купола Возьмем Сначала Не Желтую Краску А Возьмем Коричневую То есть Нашу Умбру С каплей Попробуем Давайте Красного Ну Может Быть Чуть Чуть Желтенького Туда Добавим Намешаем И Возьмем Отдельно Намешаем Умбру Только Умбру С Ультрамарином Что У нас Получится Чтобы получился Купол Нам Нужна Там Сначала Темнота Темнота Будет У нас Коричневая Слегка Может быть Даже Зеленоватая Поэтому Умбра И Ультрамарин В пропорции Один к одному Кисть Без Разбавителя Вообще Без масла Совсем Вот Сухая Кисть С Минимумом Краски Минимум Просто И Вот Сюда Вниз Большую Темноту У Купола Вписываем Он У нас Как Луковичка Выпуклый Такой Значит У него Низ Прячется В тени Вот Здесь Тень Прям Мазок Дальше Берем Вот Ту Самую Умбру С Красным Делаем Среднюю Часть Все еще Очень Коричневая У нас Должна Быть Видна Разница Темноты Нижней Части Вот Этой Темной И Более Верхней Коричневой Красно Коричневой И вот Чем Выше Мы Поднимаемся Тем Можно Больше Давать Уже Немножко Желтизны Вот В этот Красно Коричневый То Вот Эта Верхушечка Она Может Уходить Практически В рыжий Цвет Давайте Попробуем Возьмем Кадми Желтый Кадми Красный И вот Сюда Рыженцы Грязненькой Такой Пока Еще Добавим Получается Синий Красный Желтый Вот Коричневый Синим Коричневым С красным Коричневый Ну Рыжий Коричневый Желтым Вытирая Кисть И вот Эти оттенки Чуть-чуть Один С другим Не растушевываем А просто Кистью Соединяем Немножко Втягиваем Один Оттенок В другой Получается Пока Не золотой Получается Пока Такой Деревянный Купол Но Он Уже Купол Вот На него Мы Теперь Можно Дать Немножко Подсохнуть На него Мы Теперь Можем Вписывать Собственно Золото Сейчас Я чуть-чуть Форму Куполочка Тут Подправлю Не вижу Вот я сижу Сбоку Не вижу Как он У меня Где-то Я вижу Перекосился Где пока Понятно А вот Здесь Все Вот Темноты Еще раз Возьму Умбра И ультрамарин Вот сюда Вниз Вот Эту Темную Жуткую Краску Дам Вот И теперь Уже Буду Вносить Желтой Чистой Чистой Кистью Стараюсь Вычистить Ее До Конца Краску Набираю На Кончик Кисти Сухую Густую То есть Вот В принципе Можно Взять Краску На Кисть И Немножко Так Вот Об Салфетку Вытереть Ну не вытереть Промокнуть Чтобы Убрать Лишнее Масло Сейчас Жидкая Краска Такая Жирная Не нужна Сейчас Она мне Нужна Немножко Более Такая Сухая И вот Желтым Цветом Провожу По центру Купола Где он Там У меня Светлее Всего Да Вот Просто Этот Момент Светлоты Прокладываю Вот здесь Тоже Где-то Поблескивает Немножко Желтизны Наверх Чуть Чуть Тоже Вот Этой Светлоты Даю Капельку Совсем И Уже Дальше Уже Белю Дальше Идут Белила Желтый С красным С белилом То есть Небольшая Такая Рыжева Чтобы Была Вот Сейчас Белила Добавляю Очень Хорошо Добавляю Белила И Красного Чуть Чуть Делаю Выбеленный Желто Оранжевый Оттенок И вот Начинаю Вот это Золото Здесь Бличками Аккуратненько Каждый раз Вытирая Кисть Вот сюда Вставлять Верх Самый Самый Светлый Значит Наверх Можно Прям До Лимонного Вот Сюда Уводить Цвет Один Мазочек Другой Мазочек Потихонечку Был бы у нас Купол большой Нам было бы Где развернуться Сейчас просто Мазками Освещение Чуть Чуть Может быть Даже Синевы От неба Здесь Может быть Запросто Поэтому Верхушка Самая Прям Маковка Вот здесь Даже Может быть Белый Чуть Чуть Даже С голубоватостью Вот Тут Самая Выступающая На боках Где он Самый Пухлый Вот здесь Рыжинцы Чуть Чуть Вот здесь У него Такой Маленький Поясочек Здесь Тоже Может быть Немножко Светлоты Капелька Совсем И Еще раз Лимонненьким Поверху Вот Внутри Как бы Вот этих Рыжих Пятен Уже Можно Чуть Чуть Лимонностью Пройтись Блеск Такой Сделать Чуть По форме Куполочка Нормальный Купол Церковный Он пишется Немножко По другому То есть Мы сейчас Идем Не совсем По правилу У нас Очень мелко Очень мелко Поэтому Мы не можем Себе позволить Написать Его Вот как Он должен Быть Немножко Здесь Вот так же По центру Отражение Деревьев Чуть Чуть Темноты Мы даем Самые Такие Видимые Какие-то Вот Моменты В этом Куполе И Вообще Так Вот По хорошему Золото Пишется Ну не Желтой Краской То есть Она там Присутствует Но Ее там На самом деле Очень мало Нам сейчас Вот такая Желтизна Она нужна Для контраста Желтой Это Вот только Самые Блики Вот Прям чуть-чуть Тогда Он начинает гореть Немножко Я думаю Что сделаем Когда-нибудь Скоро-скоро Как у нас был урок Мы писали Серебро Мы писали Бронзу Также Сделаем По золоту Сейчас Я чуть-чуть Исправлю Его опять Контур За счет Неба Плюс Немножко Вот этой Желтизны В небо Уйдет Я думаю Что будет Даже Интереснее Где-нибудь Еще Вот сюда Тоже Добавлю И разотру Вот Плюс Чувствуется Что день Пасмурный Отлично Значит Мы добились Этого Ощущения Плюс К тому Что у нас Есть здесь Желтый На кополе У нас есть Немножко Желтизны Вот здесь В церкви И Одна краска Она начинает Поддерживать Другую То есть У нас Не разваливаются Объекты У нас есть Переход Цвета Чуть-чуть Белости Белил С выбеленным Рыжим Желтым Немножко Можно Сюда На барабан Под купол На саму церковь Добавить Чуть-чуть Прям совсем Основа Белая Но немножечко Вот этой Рыжеватости Золотинки Вот здесь Может быть Освещение На церкви Тогда Холодная Тень Фиолетовая Синяя Она Больше Даст Церкви Объем Возвращаем Еще раз Окошко Которое Пропадает Постоянно Одно Второе Вот Также Немножечко Вот этой Выбеленной Рыжей Краски Лучше Не желтый Не чисто Желтый Смешивать С белилами Для вот Такого Света А немножко Вот Кадми желтый Кадми красный И плюс Белил Такая Чуть-чуть Персиковость Была Рыженца Немножечко Да Вот сюда Тоже Можно дать Такая Розоватость Просто желтый Он будет Слишком Солнечный Если мы Смешаем Чуть-чуть С краснотой У нас Яркого Солнца Не будет Ну Оно будет Но Не прям Такое Не горящее Вот Проверим Относительно Купола Относительно Церквушки Да У нас Какая Насколько Темная И где Крыша Да Вот Какие-то Вот здесь Части Тоже Можно Еще Разик Потемнить Там Вот Между Вот Этими Крышами Да Темноту Сделать Дополнительно Чуть-чуть Вот Эта Вот Часть Краешек Тоже Потемнее Похолоднее Вот Этот Узорный Такой Резной Край Да Его Тоненько Тоненько Прям Нулевочкой Кистью Лучше Тоже Так Вот Обойти Обрисовать Чуть-чуть Это Так же Сработает На Объем Даст Больше Объему Здесь Тоже Можно Немножко Вот Еще раз Окошко Буквально Мазочек Сюда Можно чуть-чуть Дополнительно Тоже Размытый Темноты Дать И Церквушка Да Вот Она Становится Все Больше И Больше Выписанная Все Больше Выделяется Если Есть Кисть Нулевка То Можно И Крест Написать Я Обычно Вот В таких Маленьких Совсем Этюдах Кресты На церкви Не делают Но Можно Да Вот Там Просто Мазочек Мазочек Вот Намек Сделать И И вот И все Ну Это Итюль И Пока Мы писали Все Вот Ее Да Можно Теперь У нас Все Подсохло Средняя Часть Можно Идти К Деревьям Вот Деревья На фоне Церкви Они Более Рыжие Более Красные Вот Где-то Вот Здесь Они Растут Они Нашу Церквушечку Практически Полностью Закрывают Вот Сейчас Можно В Краску Немного Масла Добавлять Вот Этими Ломанными Движениями Вот Практически Ее Все Мы Закрываем Вот Прям Как Не Жалко Но Записываем Кончиком Кисти Движение Вверх Вниз Вверх Вниз Чуть Чуть Да И вот В стороночку Так Выдергиваем Вот Эти Вот Деревца Небольшое Количество Масла Даст Возможность Краски Просто Более Тонко Ложиться Ну Легко Здесь Ходить Вот Кисточку Номер Ноль Это Очень Долго Вот У меня Сейчас Ну У меня Ноль Но Плоская Она Пошире Чем Круглая Нулевая Кисточка Она Дает Немножко Такие Великоватые Мазочки Но То Что Нужно Вот Ощущение Просто Вот Этих Деревьев И Вот Прям Даже Даже Лес Они У нас Прикрывают Вот Сюда Уходим На них Попадает Больше Света Они На Открытом Пространстве Поэтому Они Чуть Чуть Мы В них Видим Красноты И Вот Стволы Пока Стволы Дергаем Стволы Там Веточки Едва Едва Совсем Совсем Сухой Краской То Есть Опять Если Набрать Вот Эту Краску И Немножко Кисть Промокнуть В тряпку В салфетку Убрать Лишнюю Влагу Из Кисти Аккуратно Почти Не касаясь Можно Вот Чуть Чуть Нотирку Такую Сделать Полупрозрачная Краска Ложится Вот Эти Вот Ветки Через Которые У нас Тут Все Может Просвечивать Если Страшно Дождитесь Пока Слой С церковью Совсем Подсохнет И Немножко Так Вот Натрите Здесь Эту Краску И Опять Стволы И Опять Стволики Где-то Тут Тоже Стволики Веточки Подписываем Подписываем Доделываем Потихоньку Все Вот Это Дело Прикрываем И Уходим Вправо Влево Весь Этот План Записываем Деревья Которые Поближе К нам Они Потемнее Туда Можно Брать Собственно Тот же Самый Умбра И Кадми Кадми Красный Но Уже Добавляем И Ультрамарин И Более Четко Их Выписываем Если Здесь Мы Можем Оставить Деревца Чуть Размытые На То Вот Здесь На Первом Плане Мы Прям Можем Все Веточки Немножко Даже Все Стволики Провести Чтобы Сделать Дерево Удобно Чтобы Удобно Было Написать Возьмите Жирно Жидкую Краску Сделайте Себе Или За Самый Кончик Вот Так Вот Вниз Головую Кисть Опустите Прислоните К холсту Не Прижимая Просто Прислоните Кисть Прилипла И Подергивающими Движениями Вытаскивайте Ее Наверх Тогда Чуть Чуть Поворачивая Ее В пальцах То есть Так В пальцах Немножко Крутите Тогда Кисть Будет Делать Более Естественные Движения Тогда Вот Эта Ломанность Она Будет Более Такая Красивая Настоящая Будет Лучше Врисовать Дерево Можно Но Это Очень Долго А Вот Такими Выдергиваниями Прям Хорошо Ну Тоже Здесь Много Всех Деревьев Заодно Вот Вспомнил Я Вдруг Неожиданно Где-то Там У нас Елочка Здесь Где-то Стоит Вот Я ее Сейчас Тоже Верну Маленькой Кистью Просто Сделаю Несколько Ярусов Там Вот Эта Елки Синевато Чуть Чуть В дальнем В дальнем Плане Немножко Там Тоже Где-то Синеватости Прибавлю В дальний План Всегда Немножко Более Синий Воздух Прохлада Вот Это Воздушная Перспектива Чуть Чуть Синит Все Чуть Синит И белит Вот Поэтому У нас Дальний План Всегда В пейзаже Даже Темный Лес Всегда Чуть Светлее Чем Все То Что Находится Перед Нами Сюда Тоже Веточек Вот Этих Много Будут Тоже Вписывать Это Тоже Долго Но Не Так Долго Как Вырисовывать Все Прям По Одной Ветке Здесь У нас Будет Еще Дерево Такое Распушенное Можно Взять Кисть Побольше Можно Взять Кисть Похуже Чтобы Вот Здесь Маленькие Веточки Нарисовать Помните Я когда-то Говорил Что Если У вас Есть Сетинка Даже Вот Этот Флейц Можно Так Вот Просто Поприставлять Сейчас Я Еще Раз Покажу Вот Краешек Испачкать Кончик В краске И Просто Вот Так Вот Поприставлять Немножко Поводить Кистью Да Вот Кисть Она Начнет Делать Такую Мутность Много Много Волосков Щетинки Вот Этой Флейцевой Кисти Они Сделают За вас Половину Работы Они Сделают Множество Вот Этих Веточек Тоненьких Ну Потому Что Волоски У щетинки Они Обычно В разные Стороны Лохматятся А Можно Сейчас У меня Где-то С собой Даже Это Есть Вот На будущее Тоже Можно Взять Кисть Веерную Вот Такая Вот Ей Хорошо Писать И облака И лес И траву И вообще Все 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 Самый Краешек Кончик Пачкаем В краске И тоже Так вот Приставляем Кончик Легонечко Холстик Не Прижимая Начинаем Вот Выдергивать Веерная Кисть Она Не всей Своей Вот этой Вот Поверхностью Не всем Краем Касается Холста Поэтому Она По кругу Такая Немножко Срезанная Да Поэтому Прижимая Ее По разному Можно Целиком Прижать Можно Так Немножко По кругу Прижать Вот Прижимая Да Мы Создаем Разное Ощущение Веток Разное Состояние Можно И Такие Прямые Мазочки Делать Верной Кистью Выдергивать Так Немножко На Краску Можно И Обычной Нашей Синтетической Кистью Если Просто Высушить Об салфетку Вот эти Все Тоненькие Тоненькие Натирочные Движения Тоже Можно Сделать И Всегда Вот это Все Добавляем Разбавляем Еще раз Более Прописанными Ветками То есть Вот этот Туман Маленьких Еле Видимых Веточек Он У нас Должен Обязательно Подчеркиваться Более Четкими Нарисованными Ветками Чтобы Вот Эта Туманность Она Чтобы Не смотрелось Просто Грязь Чтобы Это Не было Просто Перепачканным Чем-то Что-то Здесь Такое Наделали Наделали Кстати Ёлки Очень Хорошо Писать Вот Эта Веерная Кисть Наставили Наставили Натерли Натерли И Потом Берем Тоненькую Кисть Вот Я даже Сейчас Если Найду Нулевку Свою Вот И берем Потом Например Совсем Нулевочку И Вот По Этой Туманности Начинаем Выводить Более Четкие Веточки Даже Какие-то Выходят За пределы Вот Этой Нашей Игры В кисти Есть Более Четкие Ветки Есть Такие Прям Совсем Пропадающие На фоне Неба У нас Тогда Получается Густота Полупрозрачность Объемность И Вообще Все Прям Хорошо Собственно И вот Деревья Прикрывающие Церковь Вот эти Костики Да Я бы Их Тоже Дополнил Бо Мазочками Вот И маленькой Кистью Какие-то Там Более Четкие Чтобы Ветки Были И Может Быть Даже И Вот Этой Веерной Чуть Чуть Можно Пройтись Посмотрим Чем Больше Вы Сделаете Вот Этих Стволов Помните Я всегда Об этом Говорю Тем Более Успешным Удачным Будет У вас Пейзаж С деревьями Именно Стволы Ветки Они Сделают Его Совсем Таким Законченным Поэтому Вот Этими Деталями Не Пренебрегайте Они Очень Украшают Картину Они Делают Все Прям Совсем Натюрель У меня Кисточка Просто Уже Очень Старая Там Даже Не Три Волоска А По-моему Один Поэтому Она Как Отдает Краску Так И Отдает С ней Уже Не Поспоришь Как Она Это Все Сделает Так И Сделает Вот Что Еще Нужно Будет Нам Сделать Точно Совершенно Похожу Поляпаю Немножко Краску Мутность Древесную Сюда Чуть Чуть Тоже Веточную Добавлю Красно Коричневой Краской Разный Процент Красного Коричневого То есть По-разному Немножечко Я тут Беру Потемнее Посветлее Покраснее Покоричневее И Еще Раз Стволы Более Четко Более Темным Если Где-то Забился Цвет Вот Записали Просто Между Стволами Всегда У нас Есть Возможность По Более Сухому Например Слою По Подсохшему Слою Раз И опять Внести Там Белила Фоновый Цвет То есть Мы Всегда Сможем Подписать Дописать Обычно Когда Пишут Деревья Я Например Я забываю Что через деревья Должно Все Просвечивать Вот Через Деревья Через Веточки Можно Теперь Где-то Сделать Несколько Мазочков Вот Свернуть То Что Там Было Теми Красками Которые Мы Там Писали Они У нас Уже Все Есть На Палитре Просто Просветы Между Деревьями Проставить Вернуть Прозрачность Так Вот Здесь У нас Будет Веток Побольше И Тень Под Деревьями Я думаю Что Тень Здесь Будет Хороша Серо Ультрамариновая То 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 Практически Тот Же Самый Цвет Что У нас Там Скажем В дальнем Лесе Использовался Ну Уж Одноцвет Такая Однозначность По краске Значит Однозначность Будем Придерживаться Сегодня Вот Этого Вот Оттенка Этой Цветовой Гаммы Если 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 Делали Очень Солнечный Какой-то Пейзаж У нас Быть Тень Была Ярко Фиолетовая Ярко Ультрамариновая Такая Довольно Сочная И Очень Был 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 Розовый Лимонный Выбеленный Снег Но Поскольку У нас Все Такая Небольшая Туманность У меня Правда Церковь Все равно Получилась Более Освещенной То И Тени На Снегу У нас Должны Подчиняться Всему Нашему Общему Колориту Вот Я беру Ультрамарин Смешиваю Его С белилами И Добавляю Туда Можно Добавить И Умбру Можно Попробовать Добавить И Кадми Красный Помните Что Кадми Красный В смеси С ультрамарином И белилами Он Конечно Дает Фиолетовый Оттенок Но он Фиолетово Коричневатый Не Яркий И Вот Сюда Под Деревья Под Кустики Немножко Вот Это Вот Так Вот Просели Они В Снежке Чуть Чуть Там Вот Эта Тень Ямки Из Которых Они Растут Сюда Немножечко Добавляем На Первом Плане Можно Делать Здесь Потемнее Посильнее Понасыщеннее Чуть Так Вот Ну Где-то Там Все-таки Можно Какую-то Тоже Дорожку Или Большую Большую Мятость Да Вот Тоже Чуть Чуть Здесь Где-нибудь Сделать Ну Чтоб Снег Не Был Прям Совсем Ровно Насыпанный Вот У меня Сейчас Маленькая Кисть И Белилами Чуть Подчеркиваем Разбеленностью То есть С одной Стороны Потемнее С другой С другой Посветлее У нас Это Все Должно Быть Что Вот Это Серое Синее Это Тень С одной Стороны Тень С другой Стороны Свет Белило Всегда Свет И тень Всегда Рука Об руку Идут Если Сделали Что-то Темное Обязательно Рядом Делаем Что-нибудь Светленькое Сделали Что-то Красненькое В поддержку Его Сделайте Что-нибудь Зелененькое Обязательно Контраст Красок Тоже Есть Но У нас Сегодня его Нет У нас Мрачная Такая Картина Мрачный Пейзаж Так И вот Я на него Смотрю Он Достаточно Мрачный Но Мне Хочется Немножко Какой-то Может быть Красноты Розоватости Чуть-чуть Где-то Вот здесь Вот В эти Деревца Тоже Добавить На Синим Коричневом Фоне Иногда Вот Красный Оттенок Красно-коричневый С белилами Ну тот же самый Кадный Красный Да Плюс Умбра Чуть-чуть Плюс Белила Они Могут Дать Ощущение Ну не Яркого Света А Полу Света Такой Немножко Немножко Освещенности Все-таки У нас Несмотря На Сизость Все-таки У нас День Все-таки Солнце Светит Поэтому Такое Перемежание Красноты В стволах Деревьев Плюс Умбры Плюс Умбра С ультрамарином Такой Темной Темной Синевы Даст Больше Эффекта Освещения Вот там Свет И тень Там появится И чуть-чуть За деревья Вот там Я просто кистью Немножко Подмажу Чтобы деревья Не были Одной Ровной Полосой Да Там За ними Тоже Все-таки Какие-то Кустики Могут быть Немножко Там Можно Походить Красочкой Чуть-чуть Ну Такую Густоту Снизу Сделать Остановиться Всегда Очень Сложно Остановиться Всегда Очень Жалко Но В какой-то Момент И эта Работа Должна Быть Закончена Не сию Секунду Потому что Вот я Ну Постоянно Сравниваю Смотрю На свои Ощущения Да Вот Мне где-то Хочется Больше Четкости Вот здесь Мне хочется Больше Маленьких Тонких Красно-коричневых Тоже Вот Мазочков Прям Даже Прорисованных Вот этих Стволов Тонюсеньких Вычерченных Мне кажется Они тоже Украсят Пространство Красных Синих Вот Главное Чтобы Это были Тоненькие Отдельные Такие Палочки Не общей массы Да А вот Почти На пересчет И там Надо Темнота Там тоже Хорошо Смотрится Ну все Кисть уже Уже не дает Мне этого сделать Уже все Она говорит Что Ничего У тебя Не получится Чуть-чуть Вот тогда Верхушки Здесь Немножко Подсиню Тоже Нулевкой Просто Немножко Сделаю Тут Синеватость Крон И Даже Несмотря на то Что у нас С вами Не с самого начала Пошел Урок Не с самого начала Вы были Со мной Но Тем не менее Вот Картина Все Она готова Вот такая Какая есть С настроением Немножко С пасмурностью И вот Все равно Старая кисточка Рисует Как волшебная Ну может быть Знаете На экране По крайней мере Так Так кажется Мне сейчас Немножечко Расстраивает Это особо Четкие Вот эти Такие Пятна Не хочется Чтобы здесь Было Видно След Мазка Чуть-чуть Растушевно Вы знаете Когда краска Подсыхает Немножко Подветривается Вот ее тоже Так можно Подергать Чуть-чуть Вниз Вот ее Посмахивать Тогда получается Такой эффект Полупрозрачности Во Вот он сейчас Прям то что Нужно Вот И все равно Интуитивно Где-то Как-то Но у меня Все равно Получилось Больше Света Больше Солнца В этой Работе Но Видимо Это просто Тоже Вот Ну Характер Люблю я Солнечные Дни И И Картина Удалась Настроение Мы Передали Состояние Мы Передали Вот Наталья Тоже Пишет Картина Удалась На славу Так Тогда Я Переключаю Опять Камеру На себя Сейчас посмотрим Без Яркого Света Вот Она Без Яркого Света И Попробую Переключить Камеру На себя И Показать Вам Эту Работу В ту Камеру Собственно В Которую Я Обычно Говорю Приветствованные Слова Берем Вот Эту Часть Нам Не Нужно Даже Вот Я Сейчас Смотрю Вот Так Вот Прямо На Нее Даже Не Особо Завалилась Церковь Я Ее Прикрыл Кустиками Веточками И Поэтому Сильного Завала Не Вышла Вот Она Вот Холст 20 на 20 Вот Моя Сегодняшняя Работа Есть И Пасмурность Есть И Снежность Как мне Кажется И Есть Немножко Солнечности То есть Картина Не Совсем Скучная По Моему Вполне Приятный Чудесный Этюд Получился С Архитектурой С Прозрачными Деревьями Мы Сделали В Одну Краску И Церковь И Небо И Снег И При Этом Это Все Разные Состояния Этой Краски На Этом Разном Состоянии Прекрасно Горит Церковный Купол И Он Действительно Вышел Золотой Хотя Золотой Краски У нас И в Помине Не Было И Желтой Мы Там И Использовали По Минимуму Очень Даже Интересная Получилась Картина К Завтрашнему Дню Вечеру У Вас Будет Готовая Вычищенная Запись Этого Урока Не переживайте Что Он начался Немножко Не сначала Для вас Так вот Со ссылками Как-то Произошло Странным Образом Не прикрепились Оказывается Запись Будет Картинка Моя У вас Тоже Будет И Она Будет Обязательно Я ее Выложу В Нашу Группу Так что На нее Тоже Можно Будет Посмотреть Мое Напутствие К вам Это Пишите Пишите Часто Пишите Много Пишите С удовольствием Делайте Фотографии Пробуйте Перерисовать То Что Вы Сфотографировали Посмотрите Как Эту Фотографию Можно Изменить Обобщить Что Там Можно Убрать Попробуйте Так же Как Вот И Сегодня Подумать Разложить Ее На Цвет На Оттенок Что Дальше Что Ближе Если Вы Чувствуете Какой То Оттенок Попробуйте Его Немножко Усилить Вот Как В Кустиках Которые Церковь Прикрывают Был Заметен Небольшой Красноватый Оттенок Коры Мы Сделали Его Чуть Чуть Больше Чуть Краснее Чуть Коричнее Попробуйте Поиграть Вот С этими Нюансами Красивые Работы Я Желаю Вам Удачи Этой Картины Завершение Этой Работы Я Желаю Вам Удачи С Вашими Следующими Работами И Как Всегда По Традиции Заканчивая Наше Занятие Я Желаю Вам Доброго Утро Хорошего Дня Приятного Вечера И Спокойной Ночи С Вами Был Я Александр Давыдов До Свидания Продолжение следует Редактор субтитров А.Семкин